Всем привет! Сегодня на канале очередная распаковка. Этот товар я приобрел в Минске в магазине сети 5 элемент со скидкой и пожалуй начнем. Так, начнем с более крупного. Беспроводная клавиатура Logitech модель K360 была приобретена в магазине 5 элемент за 26,5 долларов. Клавиатура имеет английскую и русскую раскладку. Корпус у нее сверху глянцевый. Батарейки в комплекте. Питается она от двух батареек типа 2А. В данном случае здесь Dura-Sell. И заявлено, что у них гарантированный срок работы 3 года. Так, только не вижу здесь адаптера. Адаптер они поместили сюда. Интересно. Да, вот этот адаптер управляет одновременно шести устройствами. На нижней грани имеется еще два упора таких отбрасывающихся. Ну и сколько тут? 5 резиновых ножек. Модель K360. Сайт компания Logitech. Ход клавиш мягенький такой. Они уже выполнены в современном дизайне. То есть за счет уменьшения площади самой клавиши. Каждая клавиша врезана в свою позицию в корпусе клавиатуры. Имеется отдельная цифровая зона. Большие кнопки управления стрелками. Вот пробел. Дублируются цифровые кнопки сверху. В верхней части клавиатуры размещены 6 мультимедийных кнопок. Для управления воспроизведением аудио-видео контента. Перемотка play-pause. И громкостью больше-меньше выключения. Здесь же находится и такой ползунковый переключатель, включатель-выключатель питания на клавиатуру. Размер клавиатуры компактный и достаточно тонкий. Питается от 3 вольт 30 миллиампер. Произведена в Китае. Веб-камера Logitech модель C310. Приобретена была за 34 доллара. Ее отличает возможность съемки видеоразрешением 720p. 5-мегапиксельная оптика, автоматическая коррекция при смене освещения и встроенный микрофон с высокой чувствительностью, но с записью монозвука. Камера произведена в Китае. Корпус камеры небольшой. Формой напоминает блютуз-гарнитуру. Окрашен в серо-черный свет. Здесь оптика и отверстие под микрофон. Здесь логотип бренда. Длина USB кабеля составляет метр. Довольно толстая. Камера никак не крепится, она просто кладется сверху на монитор. Вот в эту позицию зажимается. Этим рычагом как бы прижимают в зависимости от толщины самого монитора. Вот так вот она лежит как бы сверху. Легко конечно можно ее сбить. Наклон камеры возможно изменить в небольших пределах. Ну а звуки видео уже в цифровом виде подается на USB разъем. Других разъемов, в том числе аналоговых здесь нет. Ну и последний на сегодня товар это USB Hub ProLink модель MR-MP309 на 4 слота версии 3.0. Выполнен в белом глянцевом корпусе, напоминающий различные Apple гаджеты. Вот такой глянцевый, 4 порта USB 3.0 и для подключения используется USB кабель длиной сантиметров 10. Обретен в магазине 5 элемент за 14 долларов 40 центов. Причем по этой же цене можно было приобрести USB Hub на 3 слота. И еще при покупке этих товаров в магазине 5 элемент он мне предоставил вот такой вот промо-код на бесплатный просмотр в течение двух месяцев. В интернет-кинотеатре MegaGo платных фильмов. Ну вот такие товары у нас сегодня на обзоре, но сейчас перейдем к изучению их поподробнее. Приобретались они же конечно целиком к этому карманному компьютеру компании Beelink, обзор которого делал в предыдущем ролике. Ссылочка будет вот здесь вот на экранчике, а также в описании к видео. Так, питаю я его от Powerbank Winstick на 20 ампер. Также был обзор на моем канале. Ссылочку размещу уже здесь на экране и в описании. Вот он держит у меня уже два дня, но наполовину разрядился. Ну что, разместил я вот как-то так все это дело. Подключил компьютер, внешний винчестер подключил через Hub, дополнительное питание взял с Powerbank. От Powerbank также питается этот компьютер. Не удалось мне подключить на один радиоприемник и клавиатуру и мышку. Не знаю, возможно с драйверами еще вопрос какой-то. Поэтому подключил сюда радиоприемник от клавиатуры, а в Hub подключил радиоприемник от мышки. Все сейчас у меня работает. Вот мышка. Так, вот в Hub у меня тут несколько дисков открылось. Так, вот возьмем, например, откроем Word. Печатаем что-нибудь приветственное. Привет. Привет, друзья. Откроем Total Commander. Покажу вам здесь вот два диска. Все они открываются. Кстати, в первом ролике я еще не показал, не показал вообще о системе ничего. Десятой. Восьмой я как бы еще так отразил. Десятой ничего не показал. Итак, вот система Windows 10 Home. Наименование компьютера Blink P1. Два гигабайта оперативная, 32-битная система. Девайс менеджер. Сейчас я покажу вам. Что касается процессора. Да, вот процессор Z3735PF, четыре ядра. Каждый работает на частоте 1,33 ГГц. Рабочий стол может быть представлен как в виде в планшетном, так и в виде рабочего стола персонального компьютера. Ну и так, попробую сделать видео-скрин экрана. Записываю видео на веб-камеру, но приобретенную. Звук, кстати, пишется тоже на микрофон, встроенный в эту камеру. Нахожусь я на расстоянии около метра от микрофона, поэтому качество звука можете оценить. Ну и, соответственно, движение рук, наверное, чуть-чуть подтормаживается. Так, ну а проверим наш карманный компьютер Blink Pocket P1 на игрушки, например, World of Tank. Ну, что касается графики в этой игре. Ну и так, подведем итоги. Что касается веб-камеры. Звук меня устраивает. Очень качественный такой чистый звук, звучание. Вот при работе загорается такая светодиодная тут полосочка. Примеры видеосъемки и фотосъемки я приложу. Что касается клавиатуры. Да, она меня тоже целиком полностью устраивает. Очень все хорошо работает. Единственное, с этим приемничком, которым возможно подключить 6 устройств, да, там необходимо скачать с сайта Logitech, там есть страница поддержки и специальная утилита. Я ее скачал, но видно, моя мышка очень древняя. Короче, она все равно не поддерживается. Кстати, управление мультимедиа с клавиатуры возможно только при проигрывании контента, например, музыкального, штатных проигрывателей. Ну, как увеличить, уменьшать, увеличивать громкость, ее выключать. Переключать треки. Или ставить на паузу. Ну и, конечно же, это набор функциональных клавиш. В сочетании с клапочкой FN. Ну, а хаб. Хаб у нас кушает все. Обратите внимание, подключено две флешки. Вот память компьютера. Две флешки подключено. Все видит. Кроме того, здесь подключен радиоадаптер для клавиатуры и проводная мышка. И все работает. Спасибо за просмотр. Если еще какие-то вопросы есть. Кстати, этот ролик был одним из ответов на вопрос в комментариях сегодняшнем. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok